приветствую вас мои дорогие любители вкусного и интересного рад видеть вас на канале доброслава 13 лето жара пекло ну а где-то может быть пока еще и прохладно но лето точно придет и сегодня хочу поговорить с вами об очень интересной теме прохладительных напитках чем вы себя балуете в жару как утоляете жажду как развлекает своих гостей и домочадцев какими напитками напишите в комментариях ну а мы начинаем я покажу сегодня свои самые любимые варианты прохладительных напитков и на 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 оба пин тин 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 первым делом что нам потребуется для большинства прохладительных напитков конечно же лимон лимон заряжает нас энергии и освежает освежает но прежде чем отжать сок с лимона я чуть-чуть экономкой овощечисткой нарежу немножечко цедры которые я буду использовать в наших прохладительных напитках и это будет не только лимонад зачем нужна нам цедра цедра нужно чтобы во первых украсить лимонады ох какой классный лимон без единой косточки а во вторых придать ей такой дополнительный цитрусовый вкус нашим будущим напитком так что все равно же шкуру от лимона мы выкинем хотя можно предварительно срезать всю шкуру сделать чудесную настоечку лимончелло на канале уже был этот ролик и знаю что многие оценили этот напиток по достоинству от второго лимона прежде чем выжать из него сок я отрежу несколько небольших кусочков которые у нас пойдут для украшения лимонадов для украшения наших коктейли для украшения наших прохладительных напитков начинаем друзья мои и первым напитком прохладительным у нас будет холодный чай ну скажите холодный чай что тут такого интересного я покажу свой вариант как вот мне нравится делать холодный чай беру я под него самый большой бокал вливаю крепко заваренный чай и сюда я буду класть для свежести и аромата не сок лимона а меня всегда есть замороженный лимонный сок когда делаю лимончелло остается классный чудесный лимонный сок я его замораживаю и вот для таких летних напитков он как нельзя кстати лед охлаждает и плюс цитрус делает напиток более свежим поступим с вами так я сейчас сделаю основы а уже минеральную газированную воду волью в конце во все напитки одновременно отпускаю сюда небольшой кусочек цедры и у меня есть нет не мята чабрец он же тимьян и душица немножечко вот так вот чтобы лучше пошли ароматы и отправляем в бокал перемешиваем но данный напиток будет кислым поэтому у меня есть сироп в сезон лимонадов в сезон летних напитков я делаю заранее сироп достаточно большое количество сироп во всех рецепт будет использоваться один и тот же покупать сироп и вот просто сладкий сироп я не вижу вообще никакого смысла поэтому я делаю две части сахара одну часть воды отмеряем необходимое количество и отправляем в наш холодный чай он почти готов и отправляется настаиваться чабрец и душиста и душица дадут такой вот летний свежий аромат в отличие от привычной всем мяты вот для меня они вот как раз гораздо больше ассоциируются с летом с летними напитками с летними чаями ну и веточки плавающие здесь это тоже красиво второй вариант вторым вариантом у нас будет с вами друзья базовый лимонад у меня правило для прохладительных напитков какое на 1 литр воды я всегда беру 100 миллилитров сахарного сиропа соотношением 2 сахара один к воде и 40 50 миллилитров лимона то есть это получается не слишком сильно кислый такой освежающий лимонад или любой напиток на данной основе и он не будет приторно-сладким это вот мой выбор вы же можете друзья на свой вкус соответственно отрегулировать без проблем как вам больше нравится итак у нас идет лимонный сок многие делают знаете еще перебивают лимон целиком мне вот за счет горечи содержащийся в шкурке такой напиток не очень нравится дальше сахарный сироп готово это у нас основа конечно же одна только лимона но для того чтобы подчеркнуть что это во-первых лимонад а во-вторых дополнительный вкус в данном случае я буду просто использовать обычный кусковой лед все это второй наш любимый напиток летний это вот два самых пожалуй популярных и частых наверно напитка в нашей семье летних классический лимонад и классический холодный чай давайте перейдем к третьему варианту сейчас я сбегаю в огород и возьму сорву там несколько ягодок чудесной клубнички скоро увидимся не отключайтесь клубничный или ягодный лимонад я вот не люблю когда в лимонаде остается такой вот как пюре да поэтому обычно как делают просто измельчают клубнику там потолок ли и и в бокале либо в графине заливают я что сделаю возьму крупную клубничку из нее отрежу из серединки два-три красивых слайса для более такого яркого и нарядного вида будущего лимонада остальное берем просто любую удобную емкость скидываем сюда клубнику теперь добавляю это будет более сладкий вариант менее кислый поэтому половинную дозу отправляю лимонного сока сюда сироп есть контакт и теперь я просто напросто какой-то удобной любой штукой здесь вот так вот все дело разотру и дам клубничным вкусу перейти в лимонно-сиропную основу мята друзья мои конечно же забыл про мяту макушку мятки оставим для украшения небольшой листик мяты отправим сюда в наш будущий основу для лимонада есть размешали теперь там можно немножко так вот для красоты провести манипуляции потрясти и через сито выливаем основу и большой кусочек лимона ну уже на свой вкус я лимон сюда добавлять не буду вариант 3 лед основа 3 вариант готова украсим потом ее еще дополнительно мяткой вот соответственно можно брать любую ягоду можно брать смородину можно брать малину и тем самым украшать наши будущие лимонады перейдем к варианту очередному лимон как вы догадались сироп то есть лимон и сироп это основа всех будущих лимонадов город взрывать отправляем сюда пару цедры отправляем кусочек лимона и что еще друзья мои сюда мы добавим а сюда мы друзья мои добавим с вами это будет не детский вариант у нас помните я делал клубничный прекрасный замечательный ликерчик и теперь сюда 50 грамм этого ликера а по отправили ну что ж друзья мои 4 варианта чудесных прекрасных лимонада у нас почти готовы осталось добавить сюда немного минералки и будем пробовать знать друзья мои я подумал что 4 прохладительных напитка три из них детских один взрослый как-то вот некрасивое число 4 до мне кажется 5 будет лучше от поэтому бонусный для вас вариант 5 есть наш чудесный ликерчик клубничный которым я не перестаю радоваться одна часть клубничного ликера сразу такой стран свежий свежий клубничный аромат пошел ликер у меня не приторный поэтому я добавлю совсем чуть-чуть сахарного сиропа готова а какие ассоциации у вас друзья мои когда мы говорим про клубнику клубник с сливками правильно черный русский мы делали а сегодня мы сделаем вот такой вот с вами вариант добавляем сюда сливок сливки жирные не берите то есть я уже рассказывал в своих роликах по коктейлям что сливки для коктейля лучше брать 10 11 процентные ну и теперь хорошенько все это нужно шикануть смешать можно конечно просто смешать в бокале но так живот эффективнее на и на найа на на она на оба пин тин 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 даже появилась немножко пена аромат аромат вообще феерически друзья мои и выливаем в бокал такой вот прекрасный молочный коктейль да но ваши девчонки за такой молочный коктейль вечерком будут вам очень и очень благодарны теперь добавлю еще везде льда потому что пока снимали лед уже у нас изрядно закончился а все-таки напитки прохладительные в них должно быть много льда они должны быть достаточно холодными своей точки зрения ну а вы же друзья мои напишите еще разочек в комментариях какие все-таки напитки нравятся вам и вот теперь уже можно в каждый коктейль добавлять соответственно газированную воду не любите газированную можно добавить просто чистой холодной воды никаких проблем в этом нет наливаем до полного и еще раз друзья мои напомню вам что мое золотое правило летних прохладительных напитков это 40 50 грамм лимонного сока на литр воды и 100 грамм сахарного сиропа в соотношении 2 к одному лично мне так нравится больше всего ну конечно же трубочки как же без трубочек красивых модных стильных интересных клубничный мятный лимонад сверху еще украсим мяткой для пущей красоты вот такие отличные не совсем обычные очень вкусные и замечательные прохладительные напитки у нас сегодня получились надеюсь ролик был вам интересен полезен и понятен до новых встреч друзья не забывайте писать комментарии скоро с вами увидимся кстати напоследок хочу сказать по поводу алкоголя пейте в меру пейте осознанно знайте что не стоит с этим шутить до скорых встреч пока пока